МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Наталья Соколовская. И сегодня в выпуске. В середине этой весны начнется модернизация Оршанского мясоконсервного комбината. В деле об убийстве мужчины собственным сыном в Верхнедвинском районе практически расставлены точки над «и». В январе исполнилось 100 лет со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних. 24 января отмечается День эскимо. В середине этой весны начнется модернизация Оршанского мясоконсервного комбината. Инвестиционный договор по этому поводу подписали директор предприятия Николай Шабуня и губернатор Витебской области Николай Шерстнев. Генподрядчиком выступила белорусская компания с иностранным капиталом Республики Польша «Холод Интернешнл Плюс». Как пообещал ее руководитель, уже в апреле начнутся подготовительные работы по строительству нового убойного цеха. Инвестиционный договор о строительстве нового убойного цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате подписали вчера в Витебском обл. сполкоме. Инвестором выступила компания «Холод Интернешнл Плюс» со стопроцентным польским капиталом. Сам комбинат – единственный в стране, который производит мясные, мясо- и рыборастительные консервы для детей раннего возраста. Кроме этого, оно выпускает колбасные изделия, полуфабрикаты, мясо- и субпродукты, консервы, рыбную продукцию и многое другое. Возведение нового убойного цеха позволит обеспечить сырьем весь производственный цикл комбината. Значимость данного инвестиционного проекта отметил председатель Витебского обл. сполкома Николай Шерстнев. В этом 2018 году планируется строить достаточное количество молочно-товарных крупных ферм, свинокомплексов. И, конечно, параллельно мы модернизируем нашу переработку. Как научную, так и мясную. Вот как раз-то Оршанский мясокомбинат – это настолько серьезное предприятие не только в плане важности его, но и в плане решения вопросов по нему. Буквально за последнее время, полтора года, на Оршанском мясокомбинате по разным направлениям реструктуризировано более 700 миллиардов рублей долгов. Что это позволило? Это позволило, прежде всего, создать условия для того, чтобы пришло место. Действующий на комбинате убойный цех будет закрыт. Мощность тяженого составит 60 голов свинины и 40 голов крупного рогатого скота в час. Объект возведут по последним стандартам и требованиям, что позволит получить сертификат «Халяль». Вместе с этим перед комбинатом откроются новые возможности выхода на рынки дальнего зорубежья, в том числе и мусульманских стран. Модернизация данного цеха, то есть это фактически новое строительство под ключ, позволит нарастить в первую очередь объемы выручки мясокомбината более чем в два раза, в том числе экспортный, а также более эффективно производить продажи своей продукции, учитывая, что по детским консервам, вы знаете, «Шанский мясокомбинат» является монополистом Республики Беларусь, ну и за ее пределами соответственно. По инвестпроекту работа будет вестись под ключ. На предприятии не просто возведут новый цех убой скота, но и дополнит его необходимым технологическим оборудованием, инфраструктурой и очистными сооружениями. Подготовительные работы планируется провести уже в апреле. А с мая в соответствии с установленным графиком реализации проекта начать само строительство. Начали проекционирование объекта. В апреле планируем подготовительные работы. В мае начинаем по нашему графику капать fundamentы и начинать fundamentы. В этом году должно быть под крышей построем. Мы зимой уже в среду сцерва года могли делать и мансировать оборудование, и по-тихоньку делать навадки, но согласно графику, которая лежит в обесполку. Стоимость проекта почти 15 миллионов евро. Сдать объект планируют к концу следующего года. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиев». В деле об убийстве мужчины собственным сыном в Верхнедвинском районе практически расставлены точки над «и». На днях Витебский областной суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы, но приговор еще не вступил в законную силу. В прокуратуре Витебской области рассказали об обстоятельствах трагедии, которая разыгралась на почве семейно-бытовой ссоры. После этого обвиняемый с целью умышленного противоправного лишения жизни, то есть убийства своего отца с особой жестокостью нанес по телу потерпевшего ножами, руками, ногами, иным неустановленным в ходе следствия тупым твердым предметом не менее 21 травмирующего воздействия, причинив телесные повреждения, которые носят признаки тяжких телесных повреждений и состоят в прямой причиной связи со смертью потерпевшего, наступившей непосредственно на месте происшествия от многочисленных колоторезанных и резаных ран. В январе исполнилось сто лет со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних. Эта солидная дата стала поводом для торжественной церемонии. Состоялось праздничное собрание в городском дворце культуры Орша. Одним из первых декретов, принятых советской властью, был о комиссиях для несовершеннолетних. Он вышел в свет 14 января 1918 года. С тех пор служба претерпела немало преобразований, всегда выполняя при этом главную задачу защищать детей. Количество правонарушений, совершенных подростками Оршанщины, ежегодно сокращается. В этом, как отметил Олег Смирновский, заслуга представителей комиссии и всех учреждений системы профилактики. Комиссия поделанных совершеннолетних во все времена жила тем, чтобы помочь в той ситуации, когда дети нельзя говорить сложные, трудные. Дети оказались в какой-то момент не нужны. Где-то они оказались наедине со своими проблемами и случилась ситуация, в которой эти проблемы выплюснились. Поэтому работа комиссии в первую очередь помочь несовершеннолетним, помочь родителям специально несовершеннолетним, где-то направить, где-то поправить, где-то подставить плечо. И самое главное в этой ситуации межведомственное взаимодействие, которое помогает не только комиссия, а все службы, все городские службы, все районные службы помогают при решении подобных вопросов. Среди почетных гостей праздника заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Витебского обл. исполкома Тамара Олехнович. Она высказала слова благодарности всем сотрудникам и нынешним, и бывшим Оршанской комиссии по делам несовершеннолетних за большой вклад в деятельность. Я с большим удовольствием приняла приглашение приехать на вот это знаковое мероприятие, посвященное столетию со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних. Я вам хочу сказать, это не пустые слова, она у нас в авангарде. Комиссия Оршанского района, когда-то это была комиссия по делам несовершеннолетних гор исполкома. Фактически на городе выстраивалась вся система защиты прав детей в Витебской области. И нам это удавалось сделать благодаря тому, что такие люди работали. И я вам хочу сказать, что долгое существование на протяжении 100 лет комиссии по делам несовершеннолетних оно еще обусловлено тем, что люди, которые приходят в комиссии, это люди непростые. Это люди с высоким профессиональным уровнем, это люди, которые и тепло души, и сердце, и время, они отдают детям. И я вам хочу сказать, что это становится уже образом жизни. Это не только профессия, это образ жизни. Поэтому я хочу сказать, что слова благодарности и глубокое уважение заслуживает Валентина Викторовна, которая сегодня Герасименко, которая почти 30 лет отработала заместителем председателя комиссии по делам потемкина Татьяна Алексеевна, это грамотнейший специалист по охране детства, который тоже долгое время отработала в отделе образования Аршанского горисполкома. Конечно, как и все люди уходят на заслуженный отдых. Ну, и я хочу сказать, что их труд очень отрадно отметить все, что наработали и Валентина Викторовна, и Татьяна Алексеевна, и все их службы. Лидия Владимировна Купава, я не могу сегодня ее не назвать, и все подразделения в погонах, которые занимаются профилактикой. Вот, их вклад настолько велик и высок, и отрадно отметить то, что люди, которые пришли в эту систему сегодня, они продолжают те традиции, те наработки, все это продолжается и сейчас. На торжественной церемонии с юбилейной датой поздравили всех, кто работал и работает в комиссии по делам несовершеннолетних, по долгу службы на общественных началах, и пожелали успеха в этой нелегкой, но такой необходимой деятельности. Лучшие работники комиссии, а также ветераны службы были отмечены почетными грамотами. А праздничный концерт в этот день представили артисты городского дворца культуры Орша. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Галина Башкова, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». На очереди традиционный дайджест по материалам средств массовой информации области. В Витебской области избирательная комиссия кредитовали почти две тысячи наблюдателей, в том числе деятельность каждого из шестидесяти окружных избиркомов по выборам в облсовет уже мониторят средним по два наблюдателя. Сообщили корреспонденту Белта в областной избирательной комиссии. Наибольший интерес к наблюдению проявляют общественные объединения, которые направили более 80% от общего количества наблюдателей. Это БРСН, Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белая Русь, Белорусский союз женщин, шесть человек представляют Белорусский Хельсинский комитет. Всего в Витебской области образован 221 территориальный избирком, в том числе 192 сельских, 21 районных, 2 поселковых, 5 городских и 1 областная комиссия, а также 798 участковых избирательных комиссий. На выборах 18 февраля в регионе предстоит избрать 3 112 депутатов местных советов. 24 января около 3.30 утра водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Форд не справился с управлением и совершил наезд на световой опору около магазина «Лазурит» по улице Замковой в Витебске. Такая информация размещена в официальных группах ГАИ УВД Витебского облсполкома в социальных сетях. В результате ДТП водитель получил телесное повреждение и был госпитализирован. В 6 утра он скончался в больнице, не приходя в сознание. По данному факту проводится проверка. Архиепископу Полоцкому и Глубокскому Феодосию присвоено звание «Почетный гражданин Глубокского района», сообщают Витебские вести. Председатель Глубокского райисполкома Олег Мохерт передал владыке подтверждающий это диплом и памятный знак, поблагодарив за молитвенную помощь, действенную поддержку в решении важных вопросов, в том числе воспитании и просвещении подрастающего поколения. В свою очередь, архиерей выразил признательность за высокую награду и отметил, как много добрых дел было сделано совместными усилиями за последние годы. Еще одна новость от корреспондентов витебских вестей. Гонки второго этапа Кубка Федерации по биатлону прошли на Витебщине. На трассе в Новополоцком училище Олимпийского резерва лучшие спортсмены страны 1999-2006 года прождения бежали с массового старта и смешанные эстапеты. Биатлонисты Витебщины завоевали золотые медали по итогам двух этапов Кубка Федерации сборная области занимает вторую строчку в общем зачете. В районном Доме культуры Лепеля отметили юбилей талантливого композитора музыканта да и просто хорошего человека. 80 лет исполнились Эдуарду Михайловичу Литвину. Подробности в сюжете наших лепельских коллег. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Творческие юбилейный вечер, посвященный 80-летию рождения музыканта, композитора Эдуарда Михайловича Литвина, состоялся в Доме культуры города Лепеля. Эдуард Михайлович, как педагог и композитор, внес весомый вклад в популяризацию музыкального образования района. Автор более полусотен песен, которые любят и зритель, и исполнители. У мастера много учеников и преемников, которых он взрастил за более чем полувековой период работы в музыкальной школе. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, это громко сказано, Березиночка. Мы сегодня в малом составе, поскольку день все-таки рабочий, люди работают у нас. Ну, я с Эдуардом Михайловичем познакомилась в 1989 году, когда 19-летняя приехала в Домжинскую школу искусства, Домжинскую музыкальную школу работать. Ну, мне было 19, а он был очень старенький. Ему было почти 50. То ли 48, то ли 49. В общем, как мне и сейчас где-то так. Вот. И... Да. И сейчас я понимаю, насколько... Да, насколько судьба подарила мне подарок. Потому что после... Сразу же, как мы защитили звание народной, где-то в 1997 году, я начала этим коллективом руководить. И слава Богу, был Эдуард Михайлович, который давал нам свои замечательные произведения. Я говорю, Эдуард Михайлович, а можно добавить? Ну, добавьте. А можно убрать? Ну, убрать, уберите. Поэтому... Замечательный, великолепный, покладистый автор. Я хочу... Добавляю вам еще 50. Свыше 50 лет. Ой, спасибо огромное, Дом Михайлович. Мы вас любим, и мы обожаем петь ваши песни. И, ну, знаете, мне кажется, вот это вот не нуждается ни в какой подписи, собственно говоря. Это тарелочка, которая послужит вам верой и правдой в вашем сервантике. И вот вы всегда будете на нее смотреть и помнить, что вы работали на с Березинском биосферном заповеднике. Мы вас любим. А вы другу по помощи, Материаловича. Что ты шепчешь, Березка родная? И о чем-нибудь тихонько журишь, Мыслям так головою качая, Оживила зеленую тишь. Может, ты, как и я, вспоминаешь, Все следа, я на стрелку зори. Может, в чем-то судьбу проклинаешь, Только ты не молчи, говори. Кроме работы в музыкальной школе, Эдуард Михайлович оказывал шефскую помощь коллективам художественной самодеятельности района, участвовал в конкурсах самодеятельных композиторов области. За песню «Солдаты» в честь 40-летия Победы получил диплом третьей степени. Глубоко уважаемый, бесценный наш Эдуард Михайлович. От отдела лирической работы культуры по делам молодежи мы выражаем вам благодарность за значительный вклад в развитие музыкального искусства Лепещины, патриотическое и эстетическое воспитание молодежи и активное участие в культурной жизни как города, так и района. Возвращение культурное письмо и этот бургер. Но сразу, пользуясь случаем, хочу сказать, что работников культуры, бывших их, не бывает. Работник, настоящий работник культуры, настоящий творческий человек, он будет жить и к чему-то стремиться творить до тех пор, пока бьется его сердце. Эдуарда Михайловича поздравляли и земляки-поэты, чьим стихам композитор смог дать вторую жизнь. Все, кто пришел на этот вечер, желали юбиляру самого главного, чтобы музыка, как родник, не иссякала в творчестве Эдуарда Михайловича Литвина на многие годы. ПЕСНЯ 24 января отмечается День Эскимо. Холодный сливочный десерт с шоколадной глазурью в любое время года пользуется большим спросом у сладкоежек. История изобретения этого вида мороженого уходит корнями в 19-е столетие. Дмитрий Станский поинтересовался у витеблян, как они относятся к зимнему употреблению популярного лакомства. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется Эскимо? Эскимо? Ну, с каким-то, я не знаю, там, допустим, если взять пингвина какого-то, да, то есть какой-то холод, то есть что-то вкусное, я не знаю, эскимо, может, какая-то маленькая девочка там, ну, на Северном полюсе, не знаю. С детством, ну, скорее всего, с детством, да, потому что сейчас как-то больше другое мороженое покупается. С детством, естественно, конечно, только с детством, с приятным временем в жизни. С мороженым, вот, мороженое на палочке, что еще можно говорить? С детства, с юностью, да, с Москвой. С летом. Жарко, прохладно, вкусно. С мороженым. А еще с чем? С мороженым, детством, на палочке, в шоколаде. Скажите, пожалуйста, едите ли вы, с кем у зимой? Да, любим. И мы, и дочка ест. Каждый день в садик идем, каждый день просит, купим, мама. Независимо от того, что на улице мороз, хорошо, ну, так ясно, что не на улице, конечно, но в детстве бывало и на улице. Нет, я вообще не сладкоежка, даже летом редко ем, поэтому нет. Зимой не кушаю, только летом. Ну, бывает, когда хочется каких-то ощущений других. Но в основном зимой болею, поэтому не ем. Сын очень любит, очень любит сын. А внуки так себе? Да, мой, что ест. Из холодильника дома вынимает и ест. Ест. Хорошо, спасибо. Да, бывает. Иногда хочется, потому что вкусно. Кушаешь с кемой зимой? Скажи, да. Он не скажет. То есть, ваши домашние любят с кемой зимой? Да, мы все любим, вся семья любит, да. А знаете ли вы, кто изобрел его? Изобрел? Я даже не знаю. Ну, это вообще, я знаю, что это давным-давно уже было, это мороженое. Но уже сколько-то лет назад, я даже не знаю, кто изобрел. Ну, вроде бы, наши изобрели. О, нет, в такое не вдавались подробности. Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы, откуда оно вообще появилось? Нет, нет. Кто его создатель? Я думала, что из Франции что-то. Нет? Существует две версии. По одной из них действительно французский владелец фабрики, да, действительно продавал. Так, я предполагаю. Одним из первых. О, давно это было. По-моему, в веке девятнадцатом, если не раньше. Сливочное мороженое покрыто шоколадной глазурью, излюбленное лакомство не только для детей, но и для взрослых. Несмотря на морозную зимнюю погоду, иногда так хочется, чтобы прилетел друг волшебник в голубом вертолете и подарил целых пятьсот эскимо. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скифа». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершает наш выпуск. Я же благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и хороших вам новостей. Одежда для ведущих предоставлена за ООО «Оршанский дом торговли».